Всем привет! Для вас я решил открыть новую рубрику Будни рядового повара Я решил ее так назвать Здесь я не буду показывать ничего такого особенного Здесь просто будут простые рабочие моменты Возможно какая-то полезная информация в них будет Но ее будет совсем, скажем так, немного Но для профессиональных поваров, конечно, они могут для себя что-то новое подчеркнуть Ну как-то так, все, давайте, пока! Ну а вот так вот я взбиваю масло Это масло с зеленью, с чесноком До белого коленя Она становится пышным Вот здесь буквально 10 килограмм Она уже так взбивалась хорошо Здесь по виду можно сказать, что двадцатка А потом все вот по таким стаканчикам распределять буду Чеф подготовил овощишки в 200-литровой ванне Это вот на 800 человек, которые мы готовим Но здесь продолжение овощей Продукт отличный, продукт прекрасный А там на данном плане чечевица Значит будут есть чечевицу, как я понял Сегодня для меня немного сложный день Просто мощностей не хватает на кухне то, что я готовлю Это помимо моих полторы тысячи, что я готовлю и сейчас Еще вот картофельного пюре нужно будет сделать Это только первый заброс Все полное Не могу начать Здесь все картошка 190 килограмм нужно сделать картофельного пюре И помимо того, что у нас вот это все на выезд Еще и у нас внутри 800 человек, которые будут кушать днем и вечером И следующий день тоже Это конечно большое количество Просто мощностей катастрофически не хватает Так масло готово для картошки Все начинаю Картошку я разбиваю вот таким вот венчиком Потому что такой вот не подойдет Он взобьет пюре в клейстер Нам этого не нужно совершенно А этот нормально разбивает Вот она получается такая кремовая, нежная, мягкая Так что все крючком, все нормально Сегодня 800 человек в здании И вот теперь мы делаем салатики Вот так вот они выглядят Но вот это, наверное, полная версия Кускус, красная свекла Потом васаби Не, не васаби, вру Авокадо Поправил меня Он меня понял Молодец, красавчик Но это круглое Это тоже на основе красной свеклы Это сделано с соей Вот Никлас делает курочки супрем Косточки всех заточил, зачистил Как и положено Красавчик Наш курочек у них обжаривает Мужчина а мне нужно приготовить немного спиралек всякого разного вида но в принципе не так много если внимательно присмотреться так 132 это сырого продукта и здесь 5 с хвостиком в общей сложности чуть больше 300 килограмм машина стене конечно явно не хватает но я вот часть буду отваривать сковороде поместил их в зырявчатые короче в гастроемкости с отверстиями но проблема не то что их сварить а проблема их вытащить и остудить заранее подготовил 80 литров воды иначе я просто не успею физически у меня все поджимали вот одна кастрюлька еще свободно сейчас я ее тоже займу я бы эту помыл бы сделал бы я просто физически не смогу справиться с охлаждением поэтому буду готовить только с тремя ну вот так это все происходит воду сейчас выпускаю так и следом включая сразу кран чтобы вода здесь собиралась и опрокидываю одну кастрюльку 40 литров конечно нет ничего не видно из-за пара но уж извините что есть то есть процесс варки я прекратил чтобы они у меня не переварились так ну мои 300 килограмм макаронных изделий готовы сейчас будем их распаковывать и спасать сегодня ничего особенного не происходит кроме вот 90 килограмм кройта полента это не я делаю это делать крестьян и его немного помог просто размешать потому что одному немного неудобно с этим работать и сейчас как я понимаю он хочет ее раскидать по шприц-потелем и сделать трубочки но у меня есть одно похожее примерно фото как они будут выглядеть я выложу в ближайшее время фотографии просто понимали о чем речь и потом он еще собирается их комиксовать и под паром делать я считаю что это немного лишнее потому что она и так будет держать форму без всяких проблем ну вот так вот он их запихивать пекарские мешки и потом вот такие колбаски будет делать сейчас закручивать и все мучку и все будет пучка вичус вот так вот они выглядят и далее он их направить томат под пар виланга комби на 45 минут так что вот такие дела и дам будет не сто процентов а всего восемьдесят пять это его рецепт работает у каждого свой цех рекарда делает а я уже все приготовил сейчас каникулы начались и поэтому работы особо нет все я готов 10 минут 10 ну на кухне всегда можно найти работу поэтому я сейчас сейчас что-нибудь для себя найду глядишь завтра выходной будет но также у нас есть клиенты которые мы все что я приготовил другой человек просто все это раскладывает порционно вот такие вот черные емкости буквально для одного человека далее все это дело вакуируется за счет пленки и человек во время работы и помещает это просто микроволновую печь разогревается все готово а вот так вот выглядит эта машина которая запаковывает их она нагревается здесь вот эта пленка найдет закрывается и по две емкости можно одновременно вакуумировать но вот так вот у нас делают фокаччо это уже гости все гости уже наелись это уже для персонала а здесь у нас здесь у нас с хамоном хамон рукула огурец помидор так сегодня у нас буфет 700 человек продолжает кушать дальше третий день уже мучают нас свежих это была свежая колоруса который я слегка обварил я вам показывал ее так картофельное пюре это мое производство соус это не я рис это я далее треска в горчичном соусе здесь савойская капуста в креме это мое производство ну и блины фаршированные овощами тоже мое производство а далее к ним идет творог с добавлением сметаны и зеленью так здесь у нас панакота по холодному у нас что здесь у нас на на тоже какой-то дрессинг не знаю какой бальзамик а темный здесь антипаски здесь все по мелочи все еще пока накрыто гости пока еще не будут еще полчаса здесь ну здесь овощной ассорти салат он киний алист роджим камбоджа азо дуби за ничтями 8 этими и что-то 10 этими перепутал я коллегу не бывает такое ну вот здесь с двух сторон буфет построен и наверху у нас тоже еще два буфетом и один двухсторонний как и здесь примерно еще один в общей сложности получается 5 буфетов но это делается для того чтобы просто человек чтобы все разы не нахлынули а чтобы все вовремя получили еду и за час наелись ну вот это план сегодня у меня на мой день тут помимо таких не то что я все это большое готовлю если маленького смотри всего 183 180 миллилитров соуса кино 340 грамм темный соус 160 грамм зеленый горошек 160 грамм две куриные ножки овощи морковь паприка и брокколи так вот большие все вещи я уже принципе подготовил вот остался не только барбекю золс еще приготовить это буквально 65 литров не так много так ну и далее по равиоли я все для коллеги уже подготовил сварил ему соус сварил ему равиоли сейчас я покажу как он это все это делает он уже все раскомиссионировал вот таким планом это его соус соус он разливает разравнивает посыпает сыром и все это готово и охлаждается вот если хотите работать поваром то его обязанности также включает не только готовить но и вот эту всю вытяжку но я как самый молодой 53 года имею право лазить остальные молодые не могут они могут упасть бедняжки сломать и не требовал что-нибудь руку ногу или голову расшибить было бы мозг и было бы я хочу высоту показать насколько это высоко сейчас я отойду подальше здание 700 человек где-то какой-то очень хитро вы е включил и начальник или что-то такое и сработала сигнализация сейчас все эти 700 человек пойдут на этот час приезжают приедут две машины с пожарными не ходит это стоит сильный примерно ну не наши фирмы полторы тысячи евро у меня все в порядке слава тебе господи все нормально так что работаем в штатном режиме всем привет работу нас до короче очень много последний день заробался как суфли все болеет уже вторую неделю очень много работы и ну что пусть и снять не успею снять ну так по мелочи по мелочи что у меня бывает я покажу ну вот вот это вот маленькая ванночка на 200 литров здесь у меня 153 литров так называемого вообще как будто кто-то чихнул на основе типа типа болонеза только без это практически без овощей кроме лука здесь ничего нету и такое ну принципе вот это неплохое блюдо на основе зоин как она называется господи дайте очки одинок зон зон блюм кен ха щит а вот тоже пащи отчуя будь здоров 103 литра но здесь на основе семечек обычных до без соя на весу и по ходу без стоит так и ничем их скреплять я даже не знаю ну в принципе принципе не не неплохо ну вот еще осталось не сварить всего ничего 300 300 килограмм спагетти а так полет нормальный так что вот так ну бы хочу а куда деваться даже перекусить и никогда вот йогурт никак с утра не могу доесть уже 4 часа обскалывала все еще никак не доберусь до еды а без нее никак иначе это но вот это безобразие сейчас нужно будет все все замыть это все полным все уже давайте господи приготовил сейчас буду за мой и буду варить спагетти или шпагетти кто как любит